Всем привет, ребят! Меня зовут Диана и до Нового года осталось 10 дней. Вы смотрите четвёртое видео, праздник к нам приходит и да! Ву-ху! На самом деле, Диана, как обычно, сейчас опаздывает. Мне нужно встретиться с людьми, которыми я встречаюсь сегодня в час. У меня есть полчаса, чтобы доехать до нужной станции. Плюс, я ещё не отредактировала видео вчерашнее. Я прошу прощения, но я очень сильно хотела сегодня спать. Не могла просто встать, вообще никак ничего не сделать. Только вот встала, за полчаса собралась, выбегаю. Люди опаздывают. Так что, ура, ребят, поздравьте меня сегодня, я не опоздала. Сегодня кто-то другой опаздывает, неужели? Да, ладно, будем ждать, когда придут. Я вообще могла отредактировать влог. Мне сейчас немножко грустно. Ну ладно, всё будет порядки. Что-то на улице у нас сегодня как-то непонятно. Какая-то погода вообще очень-очень... Какая-то погружена. Потому что да, так. Пойдём? Ой, жёлт, как это красиво. Солнышко у нас тепло. Ладно, пойдём подальше. Мы сейчас с друзьями дошли места, и, к сожалению, они слишком стеснительные, чтобы показываться на камере. Я даже не хотела, чтобы я записывала, чтобы они разговаривают, поэтому вот даже я сейчас разговариваю с вами, и они сидят и молчат просто. В общем, ссоришь, так получается, но вот такие вот у меня знакомые друзья, ничего с ним поделать не могу, но, да, жду, пока Марина придет, может, Марина не придет, она не поднимает руку сейчас. Может, она к нам присоединится такой же, может, нет, так что пока перекусываем, ужасно гудят ноги, ходили, гуляли, шопились, прям, ребят, умираю. Мы вышли опять сюда, где я вам показывала, мы были, и смотрите, как красиво стало. Диана пришла домой, Диана очень-очень устала, так что Диана сейчас в лежачем состоянии, и так как Диана сегодня опять ничего не делала, интересно, ну, или делала, но люди очень стесняются, я не знаю почему, а еще мы ходили, мы так много ходили. Марин, это, это было просто пипец, на самом деле. Вы знаете, вот, еще дело в том, что Диана ничего не купила, и, мне кажется, из всех, с кем мы ходили, наверное, только один человек купил пару вещей себе, а все остальные просто так ходили, знаете, так со всеми. И так всегда получается, что просто айшотенько это называется в Корее, когда ты просто ходишь, смотришь на все вещи, там их меришь, да, но ничего не покупаешь. Не планированно вообще, на самом деле, это было, но мне вообще не хотелось очень много денег платить, но там был замечательный выбор и вообще все, и все было очень-очень красиво. Но вот так вот не получилось, зато прикольно погуляли, повеселились, покушали. Очень много покушали, в общем, как обычно, в принципе, все у нас происходит. А и сейчас, так как, опять-таки, ничего интересного не было в моей жизни, я буду оправдываться и что-нибудь делать интересное с Мариной. Использовать Марину. Использовать Марину. Нет, почему? Марина, ты не хочешь помогать людям. Они хотят узнать, как ты тут учишься. У тебя любят мои зрители, на самом деле, ты об этом не знаешь. Арина, давай, рассказывай. Как тебе нравится жить в Корее? Мне? Да. Ну, мне очень, ну, весело. Нравится тебе учиться в Корее вот так? Да. Ну, да, очень весело, на самом деле. Ну, то, что где сейчас учусь, учеба не очень сложная. Поэтому нормально. И ты будешь поступать в университет в Корее? Ну, вообще, да. Собираюсь в сентябре. Вообще, можно было бы в марте, но я ещё не решила, на кого поступать. Так, как ты будешь поступать в университет в Корее? Ты знаешь, какие документы нужно подавать? Ну, так, в общем. В университет без понятия. А, ты без понятия? Да. Марина, ты чё так? Я думала, ты знаешь. Я думала, ты провенцией. А, ну или ладно, провенцией. Ну, в общем, много ничего не надо. Просто нужно аттестат школьный, среднее образование тоже пойдёт. Да. И переведённое на английский, и рекомендовательное письмо от учителя от школы. И всё. В общем, главное – это аттестат. Ну, и деньги. Это всё, что вам нужно. Какие были твои первые впечатления о Корее, когда ты приехала сюда? Ну, уже как бы жить, не просто отдыхать, а вот находиться тут постоянно, да? Сначала у меня было много чего, много такого, что мне не нравилось. Корейский образ мыслей, там, всякое такое. Но сейчас я уже привыкла. Нормально. Ну, много чем отличается от России, особенно от города, где я раньше жила. Как цивилизация, так сказать. В Корее всё для людей. Удивительное, конечно. А что ты скажешь насчёт того, как, допустим, Корея и люди, которые живут в Корее, они, как они выглядят и как их показывают в дорамах, там, и всяких фильмах, и как они есть на самом деле? На самом деле парни тут ничего такие. Вообще красавчики парни. Вот ходишь, просто пульс, такие прям, как из журнала, модельки такие вышли. И они очень корейцы, очень модные. Они умеют хорошо одеваться. Ну, девушки, ну, это. Что это было? Девушки, девушки, да, тоже, хорошие. Больше всего меня удивило, когда девушки зимой ходили в таких юбочках. А ещё корейцы зимой, они носят шубу с тапочками. Это вообще удивительно, я вообще не понимаю. Ну, весело. Что тебе ещё нравится в Корее? В Корее? В Корее. Мне нравится в Корее то, что они такие продуманы, так сказать. И, например, какие-то праздники, вот даже сейчас на Новый год, например. Там всё украшают, или, например, вот эти Звёздные войны. Звёздные войны там тоже. Всякие фестивали делают. Вот я думаю, это просто может потому, что мы с тобой из маленького города, мы никогда этого не видели. Вот, я не знаю. Ребят, напишите нам в комментарии внизу. У вас так делают? Просто мы с Мариной как бы из деревни, можно так сказать. На самом деле тут для меня всё удивительно, потому что тут слишком много вещей, которых не было у нас в городе. Ну, да. Так что я как будто заново родилась, так сказать. Я родился, вот что-то типа такое. Мне кажется, там спросили, что нужно для поступления. Надо что-нибудь для поступления побольше рассказать. Ну, да, наверное, давай. Ну, вообще, в общем, я учусь в Йонсе Охактан. Изучаю там корейский язык. Получается всего шесть уровней, и один уровень — это три месяца. Получается шесть уровней ты можешь пройти за полтора года. Если ты не прошёл уровень, ты учишься ещё раз. И это можешь занять. Ну, больше, чем полтора года. Учёба весёлая, потому что там многие иностранцы, конечно, где-то 50%, ну, или 60% — там, китайцы. В основном, примерно, в группе обычно бывает семь или шесть китайцев, где-то три или двое японцев, и остальные просто там с Европы или с Америки. Ну, что-то типа такого, да. Вообще на иностранных языках нельзя разговаривать, а китайцы разговаривают на китайском. Мы уже привыкли. Да. И обучение идёт полностью на корейском языке. Даже с самого начала, даже те, кто не знают, там просто, там сначала есть карточки, и на них написано то, что учитель говорит, и как это на других языках будет. Потом вы учите слова, а там уже всё понятно. А можно ли, ну, как, вот, допустим, если бы человек приезжал в Корею, и он переживал о том, что он не разговаривает на корейском вообще, что ты думаешь, можно тут хотя бы первое время какое-то прожить без корейского? Ну, да, конечно. Особенно, если ты китаец или японец, или ты умеешь разговаривать на английском. Ну, потому что тут везде есть всякие знаки, и везде даже в метро говорят на раз... ну, как это... делают объявления на разных языках. Поэтому, мне кажется, нормально. Да и на английском многие корейцы разговаривают. Понятно, они поймут, но ответить не знаю. Многие молодёжь уже, они все почти, ты знаешь, на одном диске. Хоть на каком-то уровне. Ну, и что ты скажешь? Стоит приезжать людям в Корею тут учиться или нет? Ну, да, приезжайте просто. Ну, хотя бы ради опыта стоит приехать в Корею, потому что это, мне кажется, одна из таких стран, которые стоит посетить. Благодарю, Марина, что вы делаете мои видео интересными. Сейчас вообще готовят презентацию на завтра, я её отвлекаю, тут как обычно, в общем. На самом деле, я очень сильно устала, тоже. Поэтому я сейчас переоденусь и просто лягу, буду лежать и не встану. Вот, так что просите, пожалуйста, что опять ничего я не показал вам. Ну, вот, надеюсь, вам было интересно послушать советы от Марины. Если есть ещё вопросы, спрашивайте. Я снова меня отвлечу. Я буду отвлекать Марину, пока вам это нравится. Так что, вот, да. До Нового года, 10 дней. Всё очень круто. Мы сегодня, наконец-то, начали планировать, что мы будем делать Новый год. Это шикарно. Мы, наверное, уже с ноября пытаемся связаться. С ноября мы уже с лета планируем. Кстати, да, мы уже с лета пытаемся с нашими друзьями обговорить, что мы будем делать. Ничего не было непонятно. А сегодня вот мы создали конференцию. Хотя бы какое-то продвижение в какое-то направление. Так что, вот. Да. Если не до Нового года, ждите видео завтра. Всех люблю. Всем пока. Вадим, скажи пока. Пока.